Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы сейчас озвучиваем занятие, которое я вел в Потеряевке, тематическое. Но это уже проповедь не одна о Рождестве. Вот заметьте, которые пишут там богословы или кто-то, сравните с тем, что я говорю. У меня никакого опыта нету по их книгам-то. А вот как оно получается, когда молишься? Рождество. Третье. Третье. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссеяло миру светом в разуме. Сын от Отца, свет от света. Когда Бог творил мир, то распорядок времени был такой. И был день первый, пятый, шестой, седьмой день. Прямо назван по имени суббота, покой. Если назвать по творению, то первый день это день света. Шестой день день человека. Потому, видимо, и закончит на шестерке. Человек греха, сын погибели, под этим числом явится. Я ведь вся, окончание не глотай. Неужели это все случайности? По календарю мы смотрим седьмой день, воскресенье. А воскресенье это не седьмой, а первый день недели. От Марка. И весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу при восходе солнца. Когда седьмиричный цикл времени закончился, то начинается повторение этого неделимого числа семь. Премудрый Соломон. Но завистью дьявола вошла в мир смерть. И испытывает ее принадлежащие к уделу его. Дьявол есть тьма. Тьма это отсутствие света. И он постарался погасить образ света. Образ человека, которого нес в себе образ Бога. И человек сделался землею. А земля какой свет имеет? Она никогда не бывает светлой. Может быть немного красноватой, черной и темной. И человечество погрузилось во тьму, во мрак. Исайя. И взглянул вверх. Взглянут вверх. Или не я взглянул, а люди взглянут. Считай правильно. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Слово сгустел. Какое? Я когда выпускал пленки, там насчитывал, то вот этот стих был взятый как образец. Ну как эпиграф. Господь показывал однажды прообраз будущей вечной тьмы. Тьмы, которая называется тьмой внешней. Там, в аду, в преисподней. Премудрость Соломона. Над ними одними была распростерта тяжелая ночь. Образ тьмы, имевший некогда объять их. Но сами... Придет время, когда уже исполнится. Но сами для себя они были тягостнее тьмы. Вот так. При огне обитает тьма. И вот этот свет ее осиял. И Господь говорит, Исайя. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Откровение. И сказал, сидящий на престоле, все, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. Люди думали, что через кого-то, какого-то, посланника Бог снова начнет творить неиспорщенное. Псалом 143. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся. Человек не может ничего сам творить, а может только переделывать, из одного превращать в другое. Растет дерево. Человек может дать определенную форму, и получится другое. Шкаф, карандаш. Человек не создатель, а подражатель в тумане. Сам по себе источником света человек не может быть. От Иоанна. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Филиппийцам. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Вот мы должны быть какими, сиять, город на вершине горы. 1 Фессалоникийцам. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Но этот свет мы берем от него. А как это проверить? Припоминанием историю ветхозаветного народа. Когда Моисей пошел на гору, то сказано было очертить эту гору, чтобы никто не переходил через эту линию. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли кто или человек да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. И гора дымилась, как огненная печь. И когда Моисей, находившийся в присутствии Божьем, спустился вниз, лицо его сияло, как электросварка излучала свет. 2 Коринфяна. Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. А что такое конец приходящего? Ну вот ты стоишь опять, смотри он как-то, покажи его как. Вот я вот спрашиваю, посмотри какие ужимки. Что такое конец приходящего? И он начало как-то вот так вот двигать. Ну, ты же считаешь все время, почему вопрос это не задаешь? Конец приходящего. Конец тебе понятно, что такое, что такое окончание. А приходящее то, что временное. То есть свет у него не все время был. И чтобы они сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. То есть ту славу, которую на лице Бог отобразил при разговоре. Концовка, уходил он, вот это осталось. Не в самом начале, которое в начале было, может смотреть нельзя было. И то это он закрывал покрывалом, властяницей. Подобное, но в меньшей мере, видели у Серафима Саровского. Считай быстрее. Люди, которые видели Христа в его славе, как на горе Фаворской. Как это возможно для человека, они были как бы вне себя, без сознания и не знали, что говорить. Потому что притяжение к Богу накаляет человека. Кто видел накаленное железо? Как оно дает свечение, сияние? На такой брусок никакая муха, ничто живое не посягнет. Итак, человек, когда приближается к Богу, то нечистая сила бежит от Него. Он свободен от греха. Прежнее таких людей отходит. Апостола Павла упрекали, что он Христа не видел. Вот так, веря коринфянам. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Ифисянам. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Второй коринфянам. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Господь угрожает переместить светильник, который ненадлежащим образом светит. Откровение. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вот опять, вспомни, откуда ты не спал. Как это понимать? Ну, с высоты добродетелей не спал, в грех какой-то. В грех. А потом? Твори прежние дела. Какие прежние? Дела добродетели. Откуда ты не спал, у тебя был один уровень, теперь пошел на другой, на нижний. И Бог переместит нас, и мы будем взысканы Богом по своему таланту и по положению после этого. Он же будет искать нас там, куда определил Он. А не мы надумали поехать, находиться рядом с Богом в церкви Христовой среди таких светильников и уйти в страну чуждую? Такой светильник уже не может непосредственно от первоисточника света брать в свой свет. Это речь, когда православный был, и пошел в какую-то секту, в ересь, в заблуждение. О самом знаменитом человеке можно сказать, как об Иоанне Крестителе, от Иоанна. Он был светильник горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете его. Глаза помытнели, и не видишь ни чистоту своей одежды. Чистоты твоего ума тоже не видишь. Апостол Павел призывает подражать ему, чтобы мы были светом. Проходят все дни недели, и настает день покоя. А разве Бог нуждается в этом? Все это называется антропоморфизмом, то есть очеловечиванием Божьих свойств, Божьих дел, чтобы нам можно было понять что-то о Божьем. Бог отдыхает, чтобы и мы отдыхали от суетности своей, Исайя. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить. Вечный покой субботы – это вечный покой в Царстве Отца Небесного. Это время, когда мы верим во Христа, освобождающего от работы греху, от рабства злу. Это и есть субботство, превосхищающее вечное субботство. Второе паралипоминон. Доколевое исполнение Слова Господня, сказанного устами Еремеи, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Потеряевки никого не было, 20 лет земля субботствовала. С 72 по 92. Евреям, посему для народа Божия еще остается субботство. Земля отдыхает, и ее не засеивали в эти годы. Она зарастала, набирала силу. Чтобы земля полностью восстановила слой плодородный, подсчитали нужно около двух тысяч лет. Может быть, действительно заканчивается второе тысячелетие, и прибудет в людях верующая какая-то сила, и будет что-то светлое. Но это возможно только в одном случае, если будет приближение ко Христу, к Богу. Рождество Твое, Христе Бог, наш, воссияло всему миру из Ефлеема. Этот свет воссиял нам там, в пещере. Этот свет начал творить новые дни, к вечному субботству. Господи, а у Тебя была суббота? Да, когда я вышел из преисподней в первый день недели, я осветил то, что было загублено. Мир вам? Страдания закончились, вы уже примирены с Отцом. Мы входим в свет Господень, и тоже делаемся свободными от греха, свободными от рабства этому злу. Мы сегодня субботствуем в Боге, но полное субботство будет только в вечности, когда Господь придет и установит прежнее свое царство, в прежнем своем виде, где не будет никакого греха. Когда же мы услышим рождественское песнопение, «Рождество Твое, Христе Божий наш, воссияло миру, как свет в разуме», мы должны мыслить только такими категориями, которыми располагает Священное Писание. Свет миру. Свет в разуме. Освещается наш разум. Сколько всего заключено в этих вечных словах. Этот свет воссиял над всем миром. Где люди могут этот свет увидеть сегодня? Через наш, через наши дела. Нашими ногами, устами, руками этим освещается этот мир. Марка. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Этим светом, светильником, проповеди мы должны осветить этот мир. 2 Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Просвещение нашего разума идет через Библию. Учение свет. Ну, так еще не всегда. Бывают иногда учения сплошная сатанинская тьма. Учение свет означает буквально только тогда, когда углубляемся в заповедь Божью, когда будем погруженными в этот свет, чтобы наш светильник, как накаленный брусок железа был. Тогда бы и хотели молчать, да ничего не получится. Рассказывали мне об одном священнике, освободившемся из ГУЛАГа. Он жил в зароде сена, у них на огороде. А хозяйка ночью проходила мимо и видит, что из зарода яркий свет. Из зарода это огромная, большая, не копна, сток сена, сток. А она испугалась. Да что же он там свет сжет? Он же спалит сено и сам сгорит. Подошла ближе, но нет ничего. Он там молился. И такое в житиях святых неоднократно было показано. Бесы нападают на то помещение, где христиане молятся. Но их отбрасывает вырывающийся из дома свет, и бесы рушатся на землю. Мы должны быть светом. И Езекииль. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Отвидач ресла его и выше, и отвидач ресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Даже запрещать будут говорить. Не говори, а все бесполезно. Интересно, вот я был в лагере в Жанатасе. Ну, там же команда своя смотрят. Я потом узнаю, один приходит, и я гляжу, а он такой прямо, он ко мне подходил и разговаривал. Ой, отец Игнатий, как бьют. Да что, черенки от лопаты отдельно привозят, а они с ними ходят. Черешок лопаты. А за что били-то? Так я с вами разговаривал. Ну и что, так ко всем же запретили. Я мог подходить, с кем угодно разговаривать. Они мне ничего не могли сделать. У меня особая метка стояла, видимо, от КГБ. Но иначе меня убивать надо. Я все равно буду говорить. Но ко мне, чтобы никто не подходил. А все равно подходили, подходили. Ночью подползали, как кровати. В строю стоим. Где на работе, хоть не глядеть на меня, даже не слышно, а я слышал хорошо и все отвечал. Там побуждал себя пророк не говорить, и однако свет из него вырывался. А здесь сегодня побуждаешь идти и говорить, а они не могут и рта раскрыть. Значит, встречи со Христом не было, ибо от такого света невозможно не осветиться и не стать цветоносным самому. Имевший встречу со Христом и хотел бы молчать, да ничего у него не получится. Бог же есть свет и любовь. Прежний мир был разрушен грехом, и ныне свет Божий творит новый мир. Новое – это не животные, не растения, но души, омытые кровью Христа. В покаянии, в крещении творится новый человек. Он делается христианином, как бы переписывается на имя Христа. И тогда он весь делается светом. Захария. И сказал он мне, «Что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот, светильник весь из золота и чашечка для зелея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его». Как только услышите это рождественское песнопение и слова «Свет», то прилагайся к нему и думай, «Это же про меня!» Свет ли я сегодня? Я должен не просто прийти и отстоять, помолиться, но и другим я обязан нести эту чудную весть о Христе. Да будем все чадами света. Свет виден в наших лицах. Когда грех потемняет личность, как было у святого Нифонта в его молодости, то увидел это и его товарищ. Наша жизнь меняет даже внешность нашу. Будем радостью для нашего Господа». Стихотворение. Стихотворение. Можешь прочитать правильно с выражением? А вы можете? Ну я что? Я. Давай, считай. Стихотворение. Стихотворение. Смыслом пустое. Поминальных речей и многословья. Лучше б, друг мой, не просто без слов улыбался, и улыбкою грел бы мне душу, чем чтоб в плаче над гробом моим убивался тот, кто в жизни меня и не слушал. «Принесите ж сегодня вы мне хоть цветочек, хоть листочек, хотя бы травинку, оторвите от сердца сейчас хоть кусочек, чтобы сердце не рвать на поминках». Хорошо. Все, все. Ну ты понимаешь о чем? Я хотел сказать, вот цифры какие в жизни Бог так делает. Я не знал, сколько Игорь запишет вот этих наших занятий, и сколько сохранится, и сколько я помещу потом в книгах, первый, шестой, том и девятый-то. И оказалось, считал, считал, сейчас все выписывал, переделал, копировал, ну приводил к красным, чтобы сделать. 123. Что это за цифра такая? Она у меня неоднократно встречается. Не 125, не 120, 123. Приезжают люди у меня, деревня уже исчезла, скворечников много, я люблю очень птиц, орнитологией занимался в буквальном смысле. 123 скворечника. Ну почему 123, а не 105 или... Не могу объяснить. Вот говорят, а почему вставать надо в 4.40 утра? Не знаю. Я внутренне понял, не в 5, не в 4, а в 4.40. Ну почему? Ни одному человеку не могу ответить. Но потом я узнаю, мать Тереза вставала в 4.40, и все у нее в монастыре 4.40. Я это ввел у себя. И многие, которые со мной жили, люди, многие это поняли. Я говорю, вы почувствовали это? Ну кто-то почувствовал, кто-то просто подчинился. Вот я издавал когда книги, я не знал, сколько будет. Я думал, у меня будет издана одна книга стихи. А потом получилось, стали просить, вот в университете ведут занятия, ну вы отвечали, а вопрос-то исчезает. Ну это надо где-то отобразить. Но отобразить это, значит, я отвечал-то сходу, а теперь я дома более расширенно. А мне в писанном виде подавали бумажки-то, и у меня их накопилось 3,5 тысячи сразу-то. А так как занятия вел в разных университетах, милиции, на радио, у меня кучи были, я их все хранил. Я просто плюшкин такой. Люблю все сохранять. Где мы ездили, в каких были, ну, эрмитажах, там, где-то в Исакинском соборе, и билетики у меня все подклеены, и переплетенные. Переплетенные настоящие книги. И вот книги я издаю. Одна, вторая, третья. И вдруг с Украины приезжает здесь Коломинщенко, Олег, хороший, мастеровой, и жена его Татьяна с ребятишками. Ну, они тут не пожилось, тут другой вопрос. Но он мастер. Помогал вот эти двери прорезать у нас, и столы это он сделал. Я не назначал ни длину, ни ширину столов не знал. Теперь я издаю книги. Я одна книга положил на стол, вторая идут так. Я даже не гляжу, как. Но они, однако, одной вплотную, вот там, посмотрите. И, наконец, я издаю последнюю книгу, тридцатый том открытым оком, и сказал все. А уже написано три тома еще. Еще три в интернете стоят. Все, больше не пишу. И стихи не пишу. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений, по девять куплетов. За девять лет написанное. И что интересно, книги издавал за девять лет. Цифра-то так вышла. И теперь последняя книга издана. И вот она как стол. Вот одна лежит книга, но они лежат не повдоль, а вот так вот. А одна книга лежит, рядом вторая, две книги, как раз на ширину стола. Маленькая кромка. И одна к одной книге лежат. Я последнюю книгу издаю. Тридцать восемь книг. Тридцать открытым том. Это открытым оком. И трехтомник Нового Завета. Симфония на неканонические. Симфония на жития святых. Стихи к истинному православию. И для слова Божьего нету. С восемь. Тридцать восемь. И последняя кладется вот так вот. Тут лежит она так. И здесь, и дальше некуда. Олег не знал, сколько сделать стол ширины и длины. Но у меня, получается, точно вошло, а я прекратил. А книги-то еще поступают в типографию. Ну, конечно, последнюю книгу положил, а следующую некуда и ложить. Также было, нужно, бак для технической воды. Какой ширины, не знаю. Какой длины. Но одна работала у нас тут на заводе таком, где с железом связаны. И она говорит, я выпрошу у них, я на пенсию. Я скажу, для детского лагеря она такая могла настоять-то. И настояла. И нарезали леску. Ну, полтора метра сделать. Полтора на полтора. Ну, и высота там метр двадцать хотя бы. И она это сделала. Потом мы отдельно сварим. Сварили бак этот, Николай Польгуев, потеряевки. Щиты, эти, ну, железные щиты привезли. Ну, куда его ставить? Что полтора я не знал, но заказал полтора. И приезжаем, у него растет с одной стороны тополь, с другой береза. И перед входом куда поставить? Поставили с точностью до одного миллиметра. Такого не бывает. Вот тополь большой, он подвинулся сюда. Это еще березка маленькая, но именно так. Последний случай. Убираю, она прямо встала ровно. Сейчас они, деревья отклоняются. Они не могут бак с водой поднять. А иначе бы они ее подняли. Кто это так делает? Да, это случайно, но случайно не просто так. Деревья растут. Я их садил, ни о каком баке не думал. Заказывал бак, не думал. И где надо поставить в одном месте, вот в этом месте поставить надо. Именно в этом дереве оказалось, и тут бак точно до одного миллиметра. Вот я говорю, вот 123. 123, и там 123. Сегодня от меня это сокрыто. Не знаю. Просто я скажу, что я когда вижу это, то я удивляюсь и прославляю Бога. Всегда удивлять себя должен. Богу нашему слава. Так, у нас еще есть время. Возьмите. Возьмите.